хайо господи шмики мы прошли про дитер под названием д мессенджер с длц короче пляж нам в тропиках отправились там пинакул шот нам окей чё это за место те что-нибудь нужно тщательно текущая локация стала быть огненная гора пора прогуляться на закате огненная гора почему и называют так не назвать просто вулканом точно не знаю видимо название дал какой-то ребенок слушай во время вас восхождение сможешь называть ее как угодно так о чем ты хотел поболтать что есть что рассказать может быть что рассказать но конечно вот тебе одна история жила была пара фермеров на наследство они получили очень необычный участок земли ты только потом каждый год на нем вырастала огромная фрустальная тыква несколько лет фермера жили в широкую ногу пятер же позволил им стать ведущими игроками на рынке кристаллов но постепенно ими овладела алчность преодолев что грядка была разбита разбита над некой хрустальной шахтой они выдернули с корнем все растения и долго-долго копали мечтая о том что что же они будут делать ценного обретенным богатством увы они очень быстро поняли что никакой залежи редкого минерала им не найти единственным итогом их трудов оказалось понимание того что уничтожив тыквенную грядку они лишили себя всех шансов на сбор своего ежедневного урожая огромного хрустального плода и жили они с тех пор долго и несчастливо думали лишь о том что в свое время им стоило лучше заботиться о своем огороде а не давать волю алчности марлей то есть истины в том что следует быть благодарным за то что имеешь и достаточно рассудительным чтобы не потерять все из-за из-за стремления получить больше конец разве это не интеллил интерпретация сюжета агустини несущий золотые яйца только здесь никаких птичек не убивают есть всего этого можно сделать два вывода во первых твое слов полностью вполне хватило чтобы испортить вполне приятную историю или поставить под сомнение и способность очаровать тебя ты словно воскрешающие и пытаясь так копаться до самой сути и тем самым лишающие ценности именно так и поступил жадный фермер во вторых ты явно считаешь тыквы а вышами так что это поговорить но в принципе все так полетели так и ключик я так и не нашел да получается так не спрашивайте зачем я возвращаюсь а это как изменилось все здесь но не так уж сильно все тут изменилось а мне то есть нужно было я понял так внимательно нужно смотреть чтобы я тут не просрался на самом деле с предметами они краба человек вот он я думал краба человек исчез но какого черта нет ну какого черта снова чум твоя сложность гонец а вы здесь довольно опасный момент но довольно такой простой ладно хп-шку постановил что так сохранились чуть не подох так 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 Дидидидидиди ask отлично это на самом делеomp decides недолго осталось. tationиск побеждена 이건 последняя серия будет Так, погнали пещеру. Отлично. Надо осторожно делать, я не хочу подохнуть. Ладно, хоть немножко, но восстановился. Да, вот так вот так все это расходит ребят. Я не могу подохнуть. 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 Так, хорошо. Да ладно, мне дверь раздавила. Я не могу подохнуть. 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 Так, у нас есть там телепортный? Телепортный? Да, есть. Я не могу подохнуть. 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 Водопрыговать эту сумму. Я не могу подохнуть. Так. Так. Залезли. Воу. Да ладно. Они даже сюда достали. Стоп. Вернись. О. Выше надо подняться. Это сложно слушать. Или у меня по окнушке было залететь. Сука. Это сложно. 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 Здесь все делается. Вы че думаете? Тут с одной попытки надо это сделать. Почти Та, твою ж мать! Та, твою 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 мать! Как хоть бегать по лаве? Больше мы ведь можем, да, бегать по лаве? Нет, это не в этой игре. Нет, это в этой игре. Так, мне осталось еще один предмет, как выглядит, собрать. Вот и все. Почти дошли до этого финиша. Какая пунктуальность, конец. Значит, это и вправду ты. Мне-то казалось, что ты погиб во время взрыва во преисподней. По-твому это достаточно, чтобы избавиться от меня. Я ведь уже говорил тебе. Писарский, ты отроди. Ты быстрее меня никогда... Что быстрее меня никого нет. Все же отпусти Фабиан. И исчезни, демон. Или я снова одолю тебя. Ой, я не стал бы застрелять тебя. Проделывать весь этот путь только ради очередного пожертвования на дуэли. Поражение. Видишь, это магическое семя. Оно уже почти наполнилось энергией воду. Когда процесс завершится, посмотрим, кто посмеется последним. Энергией воду в этом краях страх можно преобразовать. Что-то... А страх это ресурс, добываемый из этих кров. Просто не исчерпаем. Чтобы пополнить, зарядить магическое семя должен их как следует напугать. Так что мне стоило бы тебя поблагодарить. Ведь этот путь привел тебя прямо в мою ловушку. И в данном случае ловушка это... Алтарь Вуду. А теперь не двигайся, гонец. Впрочем, у тебя все равно не получится. Ха-ха-ха. И наконец-то на свет появился темный гонец. Сердце огненной горы ждет вас обоих. Именно там я расставил идолов Вуду. Чары, которые прекрасно подходят для варьбы с демоном алчности. По двери к достигаме количества идолов и темный кварт будет повержен. Потерпи поражение и потерпишь своего защ... Защитника. А результат окажется... Оказываешься полной власти темного конца. Что будет стоить тебе жизни? Посмотрим, как далеко ты зайдешь в гонки. Собственно, вторым я, ниндзя. Это тебе в руку не сойдет. Пусть ситуация есть и светлая сторона тебе не придется. Наблюдать за тем, что сейчас произойдет с Фабианами. Ух, не нравится мне все это. Совсем не нравится. Пожалуйста, спаси нас. Довольно найти, а? Как там говорится? Ах, да. Удачи тебе, гонец. Ха-ха-ха. Так, совсем не круто. Эй, где ты тебя носила? Я больше никогда не стану говорить с этой пиратской рожей. Слушай, мы можем это предотвратить? Мне не хочется бы умирать. Скорее идем. Так, сейчас, короче, будет гонка с самими собой. Этот наряд должен быть он из клана, где меня обучили облачному шагу. И это может означать, что он игл был. Эй, монахини. Кажется, мне удалось найти еще одну подсказку, касающуюся секретов. А, сектантов. Первобытный страх подождет. Думаю, мы достигли одной из тех развилок, о которой говорил пророк. А, о той, где появляется этот... Кварбл? Да, пожалуй, во всем этом есть некий смысл. Пожалуйста, присмотрим за ними. Приступаем. Короче, сейчас в духовночке, ребята. Тебе что-нибудь нужно? Текущая локация. Ну и что это за... Я тут делаю? Я ни о чем не понимаю, что происходит. Но настоящее советую тебе в этой гонке со всеми с этим... Близнецем выложиться на полное. Там о чем ты хотел повредить? Есть что рассказать? Может, тебе есть что рассказать? Не без этого, но все же тебе просто необходимо вернуться к погоне за темным глядцом. Вот, спастешь мир, тогда и будем тебе... История. Так, а что бы хотел повредить назад? Выйти. Это ведь тот алтарь, что у вас стоял на вершине огненной горы? Так и есть. Я решил, что он будет лично смотреться в моем магазине. А что случится с тем монстром в клетке? Толку от него не было. Никакого, так что я избавился от него. Пока я планирую использовать алтарь для хранения перья в Гуду и частей маски, которую ты найдешь. Моя алтаря подскажет мне, где нужно еще перья 0. Одна часть маски, потому что я сейчас маски где-то просрал. Стоп, 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 это не смешно. Ладно. Я где-то все-таки маску просрал. Серьезно, у нас ничья? Монаде просрал. Ай-яй. Окей. Так, какого черта? Ай-яй. Просто, а как сдохнуть? Серьезно. Телефон. Ай-яй. Ай-яй. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но это мне не повезло Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ты снова пляшешь под мою дудку ниндзя Чтобы в полной мере высвободить потенциал темного конца Сначала его необходимо избавить от его демона аллочности О, кажется я ждал этого момента А теперь мы идем наконец, нам с тобой пора Сделать свое дело А, я знал Ох, все это очень нехорошо Я сейчас Я все понимаю, но даже если свиток был каким-то образом скопирован, это вовсе не означает, что они могут Так-так-так, это же наш лавочник О, так ничего не выйдет Что? Конечно, если мы сделаем дело, нам удастся одержать победу О, не всякого сомнения, это просто головной упор этого парня Ну так, почему бы нам не сделать дело? Слушай, если речь идет о схватке с могучим боссами Я только за Но вот в ком... В комментариях о моде и стиле я отношусь очень серьезно Так, минуточку Что ж, на самое время шоу Блин Я не помню, как уворачиваться Как же я забыл Все движения И надо было оставить Я на самом деле просто не помню, как там Так, елки-палки Я не помню, как драться Ну, когда у него эти Верхние, типа, руки, я помню Вот нижние, это нужно опять... Ну, я мог бы выиграть Так, нижние, подожди Я не помню, когда нижние, что нужно делать Когда он вот верхний убьет Тогда верхняя подача, нужно влево и вправо уходить О, какой мощный нокаут Хочешь, покажу тебе пару без боксерских приемов, да? Что ж, повезло Твоя защита по умолчанию внизу Ты блокируешь обычные удары Выше вот посмотрим, что ты сделаешь Впрямо в лицо Давай блокирую следующий удар Переместись в защиту выше Но это не значит, что мы можем уклониться от них Да, на суше все просто справа Эта комбоудара Ни пройди, ни замечено Что-то есть сигналы А вот сейчас последуют два удара в голову Не заблокировать и уклониться от него тоже нельзя А значит, пора прыгнуть и удерживать кнопку Ага, все Удар справа удержу, а потом нажми Окей, более-менее я понял Помню, что победа важна Не агрессия, а наблюдательность Уклонения и удары Именно в этом моменте, когда противник открыт Вот это, я помню, что я говорил вам Что я проходил без получения урона Вот это самое долгое Я проходил без получения урона Просто, ух, как долго Субтитры делал DimaTorzok 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 Зараза Готово Я просто не хочу способность использовать Субтитры делал DimaTorzok Готово Что мне нужно было сделать вот в этот момент Он сейчас отхилится Сука Сука Субтитры делал DimaTorzok 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 у нас получилось энергия в воду наконец его свобеждена ее можно поглотить что несет разве мы только что не вырубили его уэрити же как магическое земли 7 зреет прямо на ваших глазах я тоже хочу такой семечка чтобы ты не направил против меня демон я выстаю этот раунд за тобой гонец но я вернусь что ж кажется разобрались не терпится видеть что он сделает семечком и чем мы пока займемся может быть вы все же поможете нам выбраться пикник как раз уже должен был начаться мы умираем с голоду до отправимся на пикник ура спасибо что составили нам компанию на нашем пикнике это вам спасибо за приглашение тут так здорово если вам понадобится что-нибудь измерить вы можете воспользоваться моим ноем мой рост от макушки до пяток ровно полтора метра неужели вы и правда уйдете так скоро на острове воду так весело уф ну и приключенцы на этого пикника мы устроили только для того чтобы получить разрешение на распивание сока из маленьких упаковок и это того стоило это битва просто улет надо будет как-нибудь снова сделать делом и так ты обещал рассказать мне историю когда мы разберемся с этой проблемой надо пожалуй все так и было стало быть хочешь послушать историю ладно тебе история эта история об истории или если еще точнее о том какое отношение к ней имеет одна моя подруга и так жила была одна девочка и было у нее любимая сказка этот сюжет никогда не надо не дала ей каждую неделю девочка просила чтобы не рассказали эту сказку мы нередко вас издали функциональные модели проведения и в собственной жизни так что конечно же где-то в глубине души малышка надеялась что если слушать одну и ту же историю бесконечно ёкань окончание однажды изменится дело в том что по сути набивалась то ей только первая часть этой сказки нравилось она звучала как-то так давно-давно у них это страшное чудовище держала в подземелье своего замка пленника одного фермера в один прекрасный день дочь фермера пришла в замок что предложить этому монстру в обмен на свободу отца взять в плен и плен ее фермер отказался весьма самоотвешенным бабочкой а чудовище довольно разумным тираном так что все тоже согласились поначалу внешность чудовище обугала девушку вызвал у нее товарищи но вскоре пленится научила не обращать на это внимание и смотрела в клубже и чудовище стало все больше нравиться ей мы ни к чему случаем не хотим сказать что это явно было романтическое случаясь поклонение синдрома одного теплых чувства девушки при прились с ней стонной любовь и с ним но чудовище как оказалось не на самом деле является прекрасным принцип который не посчастливилось быть превращенным в мозг разлу ведьмой и заключить этот мог снять только поцелуй истины любви все новое чувство помогло чудовище вновь ощутить себя с тем добром и что еще оставалось в нем и когда раскладывая юноша осталось взятием фермера все тут же позабыли о том что в прошлом он был тюремщиком и поработителем дело в том и жили они долго счастливым чем конец но эту историю знают все конечно но не забывать что она о моей подруге и после определенного повтора сюжета сказки ей нравится еще уже не так сильно как думаешь почему может быть она считает что чудовище круче чем люди близко и словом как только принц вновь обрел человечный облик и разнравился ему голос однако она умная похоже она не считала правильным и логичным тот факт что человек который хватило глубины восприятия и зрелости на то чтобы закрыть лазон на внешний облик чудовище получил столь пустую награду красивого пара а может быть именно в этом моменте условий сделка показалась и и жутко подозрительной если подумать о чем в очевидность совершенно всегда стоит какой-то подвох возможно внешний облик чудовище будучи столь откровенны безобразным по крайней мере дарил ей уверенность в том же в том с чем она имеет дело это его к качеству было так очевидно и отталкивающее что отношение человека приглядывающийся к нему могло лишь и усилиться поэтому что ухудшается попросту нет ну а когда внешность идеально остается меньше медленно разрушать это совершенство мало-помалу замечаем в нем изъяны умение видеть сквозь внешний покров весьма ценно и встречаться крайне редко так какой смысл предлагать обладающим им людям нечто пустой и осознанное полагаю история это также несет в себе очень важный посыл чтобы его разглядеть необходимо приложить все усилия и свое внимание хотя бы суть этого помысла повсюду и читается между строк контраст порождает красоту яркая рубашка антроверта упаковка арбузной жвачки в риге пули старушки мелодичный мотив звучащий на фоне композицию в стиле дед метал симпатичность сережки в ушах человека с каменным лицом запах пыли поднявшийся в жаркий летний день когда несмотря на яркое солнце внезапно пошел дождь да многие люди давай давай со все новым и новым историям но есть и другие тем кто считает все эти мелочи на из инстинктивном уровне и судя по пытливому и заинтересованному выражению твоего лица ты принадлежишься ко второй группе а что касается моей подруги я предпочитаю считать что и в ее случаях сказку лучше было бы назвать красота в чудовище даже не знаю какой из всего этого сделать вывод о не воспринимает а слишком серьезно просто это таким вот особым способом говорю этой маленькой девочки эти пути надеюсь это понравится ей больше чем если бы я спел ей день рождения песенку а что касается тебя гонец надеюсь когда все закончится и не придешь к выводу что твоего приключения получилось лучше не будьте в нем дополнительного здания в тропиках в любом случае каникулы окончены пора паковать чемоданы увидимся на стороне а так принципе ребятки все вечеринку нас что надо да скоро мне придется вернуться в лабораторию да и знать когда мы снова впустимся путь покинуть острову даян а все я не могу ну короче ребят принципе на это вот у нас заканчивается сюжетка далее собрал один осколок то что я почему-то увидел где он вообще находится и заметьте нам эти деньги даются которые мы сейчас собираем вы спросите тем временем на вершинах горячих скал с ума сойти сил это новой диеты сделала меня таким гибким похоже на ту а че подумай только а мы все это время полагались только на другую силу на тренироваться сейчас старательные очи ты совершенно прав сил привет у вас циклопы раз мы когда-то ждали о чем понятия не имею кто там под этим плащом сил говори зачем ты здесь бродяга простите за вторжение но я ищу опытных ботаников и говорят лучше вас на этом острове нет никого я вам прав сил послушаем что ему нужно чем чего ты хочешь бродяга видите ли я обнаружил чрезвычайно редкое магическое семя из которого при ложном уходе непременно вырастет прекрасное растение а что думаешь сил надо бы взглянуть на это семя чем ты заинтересовал нас бродяга показывай с удовольствием ой чуть не забыл побеги этого растения можно использовать для готовки мы поставим это семечка чем еще бы сил что может пойти не так ни слова больше бродяга из этого волшебного семьи мы что-нибудь вырастим так он говорит растение и какие-то мы снова с ними сражаться что уже было весело по правде говоря я буду скучать по этому пляжу значит когда-нибудь это приключение продолжится не мне решать впрочем ты можешь в любой момент снова сыграть его пикник паник все более четкие а я здесь до огненную пору не собрал и нам нужно сейчас пройти сейчас быстренько найду то что я недонашел и покажу вам чтобы изменилось как высоко смысле здесь все собрал понимаете здесь довольно странная вещь что что как бы я это уже собрал а да уж а 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 но да и я не мог по ней дичь один кусок и и а и и и а и а и и и и а и и Дело в том, что я всё нашёл. Ну, тут нету, ало, где? Хотя, я, кажется, знаю, где ещё я могу пустить. Блин, я даже не знаю, где это, ребят. Мы могли потерять ещё один. Ой, боже. Погнали искать. Скорее всего, этот кусок может находиться... Зараза, сколько я времени на это убью? Зараза, сколько я времени на это убью? просто в лаву и и и и и и и и мне короче нужно дойти до того момента где у нас эти птицы летают по идее этот момент я уже прошел я все собрал может они засчиталось и не знаю а 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 вот а а а а а а а а блин ападит я только знаю туда путь и все а Ну, как вы видите, тут нету ничего. Продолжение следует... Не понимаю. Я все пробежал заново. Вот смотрите, давайте смотреть тогда так. Раз, два, три, четыре. Да, все-таки только четыре, а где пять? Один, два, три, четыре, пять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Понимаете, херня в чем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, я все-таки, да, в самом начале это не сделал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоп, а если серьезно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя я могу просто сделать вот таким образом стоять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дима, в чем проблема. Я как бы все собирал, я знаю что будет дальше после собрания всех частей маски Но я не понимаю почему у меня не отображается маска Так вот, мы появились, да? На, стоп, здесь все было Вот оно! А че он до этого не показывалось? Вот, видите там? Серьезно? Вот, ребята, все! Только еще нужно понять как я это тогда проходил Серьезно? 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 нашу меня тут я не убила шипами найс похоже все переводу и части и маски собраны давай к тебе нам алтарь и посмотрим что произойдет ну 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 класс я еще ненавижу эту штуку это ты сейчас договоришь вот увидишь что ты очень скоро привыкнешь к чуду моему комедийным ударом хочешь а у тебя есть извини давать ты хочешь что сказать да нет привести пример своего командирского таланта я слушаю ладно она если но шатейка какой у рак стена любимый фрукт череперсик дошло дошло да и и я жалею что активировал тарик вот и привык шишка мне вот увидишь добро пожаловать и что здесь прости нет нет я просто я только спросил в лавке слишком много народу удали за начал власть тебя конец так что говорим я просто хочу понять что нам делать с этой маской сделать какая ирония я ведь как раз собираюсь предложить тебе сделку эксклюзивная возможность для искателей приключения у которого есть новая игра плюс если тебе это не интересует какая-нибудь захлони ко мне чтобы узнать о сделке а я пока будем так время от времени откалывать шуточки чтобы тебе развлечь блин а я не помню где этот ключ и найти можно честно а вот он вот так тебе заинтересовал мои инструменты если хочешь я покажу тебе свою коллекцию может и другой раз у тебя случаем не найдется денежного ключа ну конечно это мой любимый инструмент можно взять ой даже не знаю мне нравится когда он здесь под рукой слушать единственный способ прочистить слив денежная раковина денежная раковина а мне казалось что она была уничтожена во время налета может ли остаться что он жив блять это количество осколков времени мне хватит по рукам это мой любимый инструмент я не стану поступать переговор хочешь купить мой денежный да блин я только что чисто просрал в сиденье ладно давайте я просто покажу что он вообще это делается и денежный ключ магическим образом прочищать слив раковины постепенно исчезает процессе ухты наш не впечатлило наш меня договор заберете немало результатов используя всевозможных предметов от которых остаются дешевые последствия но это номер когда сошел их всех но что так уже даже в моем инвентаре не появился его уже не вернуть ну а зачем мы вообще прочистить слив это же очевидно чтобы тратить больше сколько времени приветов от меня можешь никому не передавать короче мы уже просрали момент здесь можно было покупать всяких числа ну привет а ты кто мне казалось что у синих мантий осталось только трое всего лишь трое похоже спрятаться здесь было верным решением неважно что же друг мой добро пожаловать в уголок ремесленника ха я железный капюшон выдающийся предприятие ли ха-ха железный капюшон и кажется мне доводилось слышать о тебе но тебе явно знакомы мои творения и даже прямо сейчас насколько я вижу они есть в твоем снаряжении серьезно и как тебе только пришло в голову что лавочник мог в одиночку создать ручные крылья а да кстати как они тебе ну иногда из-за них мне приходилось висеть на стене в моменты когда хотелось бы упасть но в целом пожалуй не что надо ясно может быть использовать паутину все-таки было не лучшим идеям что прости но это уже не важно с тех пор я переключился на изготовление игрушек изготовление игрушек изготовление игрушек ха-ха-ха значит и продаю игрушки ладно довольно этого неловкого смеха вот взглянем враги короче это мы здесь покупаем всех врагов для которые вообще есть и тут есть боссы после этого они появляются вот вот здесь и про них немножко можно там прочесть типа немножечко досье ну чё думаю давайте тогда мы с вами вот на этом моменте закончим а нет ни хера ребят на теперь мы делаем вот что главный экран мы теперь с вами я покажу вам куда вообще что дает маска это так выбираем персонаж давайте вот это возьму как раз и начальный предмет ботинки легкого шага плевать как мы назовем себя я вам сейчас покажу вообще что да как давайте короче я продолжу когда вы ладно сразу сделаю все быстренько пробежим добро пожаловать в новую игру плюсы я здесь испытываю серьезные получим уроны увеличиваются на 1 2 и боссов увеличен на 5 сохраняю нужно оплачивать несколько времени иначе так закончится удача короче быстренько сейчас с вами продышим до момента когда у нас один и деньги у нас по нулям серьезно надо было в новую игру не начинать а затем тут но если чё раковина и до этого было просто скорее всего моего не показывал вот папа диманку удавить пропустим 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 чем встретим лучше ребят но на мгновение сейчас вами дойти до точки У нас красные деньги из того, что нам не хватает на сохранение. То есть, если мы умрём, типа штраф оплачивается с сохранением. Как вы видите, крючки у нас есть, поэтому мы могли бы дальше рашить. Вот, так сразу. Это ведь тут алтарь, да-да-да-да-да, пока, давай. Надо пожарить, так, так, так. Делать новый попрос, в смысле сделки. Так, вот. Эй, у меня уже новая игра плюс, теперь рассказывай мне о сделке. Ну, конечно. Сделка имеет соотношение к магии воду. Магии воду? Да, говорю уже. Да нет, я просто... Я так хочу сказать. Пролож... Ну что? Давай не начнём. Ты... Ладно, давай. Ох, опять. Продолжай, маска. В общем, если захочешь, я смогу прибегнуть к магии воду и сделать тебя сильнее за определённую цену. Насколько сильнее? Если уж совсем точно, в три раза. А в качестве бонуса я удвою количество его ОЗ. Ладно, и какая у вас цена? Нужно только одно. Ужертвовать приношение. У тебя тут часом темно. Аллочность. Не завалялся? Да, но... Что ж, согласиться или нет, решать тебе. Но таковы условия сделки. Позволь мне принести жертву твоего прислужника и, к примеру, твою силу. Ну что скажешь, скрич? Исключение, согласен ли ты на сделку? Единственное привязание, решение отменить его будет невозможно. Ах ты... Собираешься просто взять и продать мою душу? Полегче, малявка. Все предлезем моего мукновения. Ага, сейчас, сделка отменяется. Я не останусь сейчас за никаких свежёбцев приношениях. Прости, но это сделка. Прямь решение, отменить его уже невозможно. Теперь слушай, я произношу заклинание в воду. И все. Ну а теперь можешь расслабиться. Тоже мне жертвоприношение. Ты прав, малявка. Также источником энергии в воду является страх. Мне было необходимо, чтобы ты всего лишь поверил в свой скорый и незабежный конец. Значит я уже могу идти? Конечно. Эй, простись, что мне просто стало любо... Все. Поехали, можешь уже не утверждаться. Теперь я знаю, какое твоё истинное лицо. И ухожу. Пока следует, что твоя смерть станет последней. Ого. Ну ты даёшь. Заметь, мы стали чёрным. Ты ведь представляешь себе, как долго мы склоняли демонов алчности на нашу сторону? Прости, я. Помощь больше не жили. Лучше уж научить извлекать из этого своего усилия. А таки всё. Что только можно. Можешь слышать мою свежую шуфу? Ну так вот. Сколько раз разглагольствующая лампочника о шкафе нужно, чтобы заметить лампочку? Только один. Ну а лампочка сама должна захотеть замениться. Это же не куаят. Это про обезьян, типа. Ну что, вот мы, короче, тёмно, как вы видите, у нас теперь тёмная танка, типа красная, такая яростная красная. Теперь мы, ребят, до 8 быстренького первого добегу. Как вы видите, у нас очень много стало. Теперь мы, как можно сказать, даже почти паншотимся. Ау. Блин, я попытаюсь быстренько, потому что серия уже так у нас на 50 с чем-то минут вышла. Ой, вру. На час 30. Или на час 20. Смотря как на это всё посмотреть. Блин, главное не сохнуть, потому что если я сдохну, то конец игры, ребят. Некоторые вещи пропадали, ну, пока мы, так сказать, время не изменим. Это всегда так было долго бегать? Ну, я пытаюсь, как могу. Да, ладно, ладно. Чистый спидранчик. Так, пойдем, сейчас нужно дать ее сюда, босса. Все, поехали. Убивай босса. Говорю сразу, босс умрет очень быстро. Все. Просто за один бросок, понимаете? Поэтому, ребята, как-то так. И я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте славу. Ставьте славу. Короче, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Комментируйте. Всем удачи и всем пока. И да, чуть не забыл. Если оценивать Делл-цем, то в принципе у нас есть 4 босса. Один из боссов это гонка с темным нами. Также новые собираемые предметы. Это куски маски. Новый режим плюс. Да? Новая игра плюс. Также можно отметить, это новая разновидность врагов. Ну да, некоторые враги это однотипные. Без этих же обезьянок. Обезьяны это те же красные демоны, которые прыгают. Ну типа псы. То есть где-то они просто поменяли текстуру и все. Ну а так, в принципе, прикольно. Типа, гавайская тематика тоже есть свои рассказы. И на рассказы можно найти теменные предметы. Поэтому всем спасибо за просмотр. Я говорил. И всем пока. И можно еще отменить до музыки, прикольно.